шутки это не твои доллара в жопу и жить а потратить не может мы одно из объявлений которые машину выбирали хотели взять похожий mercedes с пробегом два с половиной миллиона километров оригинально то есть но вряд ли он накрученный мотор то не оригинально нет вроде бы оригинально 2 миллиона нереально 20 еще про это если огромный мотор он может только проехать маленького река не проезд хочешь можешь забрать из африки из африки ключ но ты одобряешь целом вот так вот ребята все одобрили наш выбор по факту сломается мы в душе перекупы просто выбрали видишь тачку просто не на день же сказал что мы фартура секретный звонок джинь джинь вот за мир за 100000 подписчиков далее вот мы у секрета перекупа дома вот такая вот квартирка вот я марокканский фонарей на поедем нас не таких много будет продаться очень можем выставьте посылку такой же верблюда они видишь разрисовывают хной и вот эти каркасы у них принципе все стандартные а эти но там много разных вариаций это икеа оказывается уже подготовлен стол его секрета маленький городок корчик вот такая лица церквушка мы здесь гуляем с мишей смотрим красоту европейскую кстати надо хоть зайти в ресторан ребят пригласить час ну что они реально нас уже два дня кормят и поят и возят до спать укладывают в общем гостеприимные парни уже сколько может да красиво прикольно везде здесь в этих деревнях ездим везде бесплатная парковка я уже только что такое бесплатная парковка в америке виза платная в россии виза платная вот вниз на туалетов тут нигде нету я уже давно ищу его но сюда и не пойду я ж типа воспитанный атака в секретном гараже происходит секретные операции линька загира ладно тогда дошел до желая неказиста жизнь блогеров мобилисты попросили ребят привезти нас традиционная бельгийскую кухню поесть это бельгийская да вот они нас привезли это не бельгийская такая турецкая турецкая в общем вот такой вот у нас такая штука миша уже почти все съел самое голодное значит вот так вот выглядит франция недавно проехали орлеан дороги платные средняя цена примерно полтора евро за 10 километров это 15 евро 100 километров плюс минус чтобы нам пересечь всю францию нам надо порядка 150 евро будет заплатить за каждую машину бензин пока что у франции самый дорогой из всех где мы были даже дороже чем в германии и дороже чем в бельгии стоит евро 38 евро 43 не очень круто у нас одна заправка 130 евро на две машины сегодня наша цель с мишей доехать из орлеана до барселоны орлеан это на 100 километров южнее парижа барселона это юг испании самое начало примерно 900 километров езды но по трассам хорошее ограничение 130 мы едем где-то 130 140 150 и делаем иногда остановки он миша сегодня не выспался сейчас спит в машине я гуляю по городку орли и ищу банк чтобы поменять доллары на евро такая проблема обычно я все плачу карточкой этой поездки я набор взял чтобы побольше кэша чтобы была возможность платить наличкой ну что в африке карточки и опасно и не везде берут но сейчас едем дальше секретный агент click on car проснулся одел очки чтобы никто не это и застаные глаза да вот значит мы идем вот по такой вот штуки называется эта штука город прием да это банка сис банка бэн папы рыба надеюсь хоть где-то здесь поменять нам деньги все еще в риоме все еще ищем банк не банки есть негде поменять еще последний луги никто не менять деньги шутки это не твое ладно шучу короче твою давай еще словен в кассе депо огне блин короче проблема второй день не можем поменять доллары на евро евро кончились долларов дофига вы считаете проблему людей до долларов в жопы и жить а потрачить не может выбираем сыры местного региона форма жри регион ребята объяснить этому колхознику что вот мы купили короче хамон и дорогие сыры и он говорит почему мы не купили хлеба я говорю потому что это не бутерброды это закуска к вину сейчас мы ходим ищем вино короче кто считает что я не прав напишите в комментариях допустим вина возьмем а ты где думаешь мы его возьмем пойдем виноград подавим нет нет вино можно купить в магазине не обязательно удавить идти сразу так вина местные местные вина все дешевые во франции хороший вина начинается от 3 евро так мы вообще находимся в провинции бордо пьют красные вина но настолько сыр до розовое вино возьмем давай что взял то покажи бордо шато бардо шато шато шамале и мордил двенадцатого года нормально губа не дура в багетную короче посмотрим багет и да да все равно не сразу быстро пена 95 сантима Вот так быстро мы, значит, закупили хлеб. Да, короче, Миша хотел сделать бутер. Все, я победил. Бутер победил. Бутер победил голод. Сейчас, короче, покажем вам наш пикник. Вино Шатоша Мали. Три сыра. Какие-то, я не знаю, какие он говорил. Хамон. Паштет, багет. Спонсорские бокалы. Фонагария. Все цивильно. Сидим прямо напротив здания городского суда. Вы не думайте, мы не геи. Это просто как бы так выглядит со стороны. Просто, короче, такой пикник. Все это у нас обошлось, что, 7-7. 10, читаем, 25 евро. А, и багет, 27 евро, короче, вот это все. 27 евро, это у нас? Это у нас? 2000 рублей. Да. Ну, сыры разные, да. Они, те, которые делаются местные. То есть мы разные дали пробовать. Это я точно помню, он сказал, Рокфор. Это мягкий сыр типа бри. Это и можно есть? Да. Это плесень. Паштет из верблюда. И багет из Риома. Все. Приятного аппетита. Мы есть. Пробуем. Испания встречает нас пасмурным утром. Но есть плюс. Мы находимся на берегу Средиземного моря. Сразу после железнодорожных путей, помойки, он уже пляж. Можно пойти купаться. Но мы не будем. Потому что Миша опять спал. Все проспал. И мы едем дальше. Наш супер отель. Супер номер. Туалет. Все. В общем, вот у нас так вот. Открываешь окна и сразу океанчик. Завтрак в нашем отеле оказался на удивление хорошим. Столько всего. Шведский стол. Колбаса, сосиски, сыры, маргарин. Сейчас позавтракаем и едем встречать нашего первого гостя. Пролетает он сегодня к нам в Барселону. Мы пришли в аэропорт Барселоны. Ищем Серегу. Ты хоть знаешь, как он выглядит? Нет. Но я знаю. Миша переживает, что интернета нету нигде. Я ему предложил скачать все на флешку и отправить девчилам в Москву. Мне кажется, так быстрее будет, чем мы сейчас будем. С 5 килобит в секунду качать 10 гигов. Сайфай вообще беда, реально. Что за бред в Европе? Вайфай тонный. Все, встретили первого. Привет. Человека. Сергей. Камера. Да. Вот наши тачки стоят. Тачка арабского шейха и Мерседес. Ты забыл узнать, собственно, меня, собственно, зачем. Никаких проблем, никакой любви. Я не знаю, что никакой любви. Ты меня убил. Быстрее ламбо-поуру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!